всем привет дорогие друзья мы в эски шахире и сегодня мы идем на одну очень важную встречу вот за мной вы видите река порсук на берегах реки порсук расположены многочисленные кафе которые заполняются к вечеру студентами и молодежью ну а мы едем на трамвай на встречу с мэром района водон пазары эски шахира одним из самых красивых районов в турции вообще но по крайней мере это мое самое любимое место в турции это стало уже традиции но мы едем по делам у нас есть кое-какие проекты о них вы узнаете чуть позже ну а сейчас поедем посмотрим что же скажет мэр что нового планируется в эски шахире что уже построена за последние два года каждый же дешевле на улице сейчас 5 градусов но поскольку нет влажности очень классно и газовое отопление центрально это просто кафе сегодня спала даже без одеяла представляете тепло уютно в общем в аланию нужно тоже проводить газовое отопление на зиму ну мы едем и потом уже поделимся с вами итогами нашей встречи дорогие друзья мы сейчас находимся у мэра района аудун пазары эски шхира господина казимкурта и приглашаем вас всех в эски шахир зимой летом в любое время года и господин мэр хочет тоже вас приглашить пригласить в очень красивый город эски шхи сиз бизим гепси таки пчели эски шхир это билиссин из бутин дюня даки сият север лера эски шеер гем мэр нэ и беклиорус брюссин из-мэр-ч-хэкэ-ч-си си мэр-ч-си смои броди эски шхир гемезий оврусхи си сме таки безudgeе мэр нь еди señи дилеты дюйда овруссинь си мэр-ч-си си эски шхи гэр а В Европе, в Европе, у вас есть возможность найти в Европе. Здесь, в Анатоле, есть Европейский город. Санат, культур, спорт и судьбой, вы можете решить любые проблемы с судьбой. Эски шахер вас ждет. Дорогие друзья, добро пожаловать в Эски шахер. Обязательно приезжайте в любое время года. На ближайший рождественский рынок обязательно-обязательно приходите. В Эски шахер, если будете, есть вот такие вот карты. Мы их тоже привезем в Аланию. Еще много разных брошюр. Поэтому прежде чем ехать в Эски шахер, обязательно приходите на рождественский рынок. Возьмите вот эти вот карты. И тогда ваше путешествие в Эски шахер будет просто незабываемым. Наша встреча закончилась. Вот так вот выглядит мэрия района Аудон-Пазары. Сейчас, друзья, мы едем в центр. Также сходим в туристический департамент. Немножко покушаем. В общем, оставайтесь с нами. Будет очень интересно. Как вы уже поняли, Эски шахер очень красивый город. И шопинг мы вам показывали. И термальные отели здесь есть. И для детей, и для взрослых. В общем, для всех. Но, к сожалению, туристов здесь очень мало. И поскольку мы очень любим этот город, и мэр города дал свое добро, будем работать над тем, чтобы привлечь в город больше туристов. И один из пунктов нашего проекта – это сделать Эски шахер городом побратимым. Например, в каком-то городе в России, в Норвегии, в Швеции и так далее. Чтобы люди за границей узнали об этом городе и приезжали сюда, когда они приезжают на отдых в Аланию, в Анталию. Или просто приезжали на шопинг, в термальные отели и так далее. Поэтому, дорогие друзья, вам вопрос. Какой из городов России, как вы думаете, мог бы стать городом побратимым Эски шахира? Дам вам краткую справку. В Эски шахире и в районах проживает примерно... В центре проживает примерно 600 тысяч человек, вместе с районами порядка миллиона человек. Город, много историй, здесь вкусная еда. Как я уже говорила, очень развитая инфраструктура. Поэтому напишите в комментариях, какой город в России, как вы думаете, мог бы стать городом побратимым Эски шахира? Это очень важно, потому что в ближайшем будущем один из городов России станет городом побратимым Эски шахира. Обязательно пишите комментарии, друзья. Очень будет интересно узнать ваше мнение. Вот так вот делают тулумба, вот так вот делают сладости, вот так вот получается, и таким образом в масле их жарят. Кстати, напишите, кто любит. Я, например, не люблю. Айхан любит. Айхан. 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 Нет, я не люблю. Мы опять в нашем любимом ресторане. Кушаем суп. Что будет на второй, не знаем, друзья. Очень здесь классный сервис. Несмотря на то, что дешево и очень-очень вкусно. А еще в центре есть улица, где продают товары second hand. Здесь можно найти все. Холодильники, мебель, одежду, обувь. По очень-очень низким ценам. Мы пришли в одно из турагентств. Как я вам говорила, мы думали улететь на самолете. Сначала на скоростном поезде, а потом на самолете. Но, к сожалению, самолет в Газипашу из Анкары только ночью, а мы хотим уехать утром. В общем, друзья, расскажу вам цены. Цены на билеты, на скоростные поезда. Средняя цена из Эски-Шехира в Стамбул, Конью или Анкару примерно 35-40 лир. Если берете билет туда и обратно, чуть дешевле, порядка 70 лир. В общем, достаточно хорошие, приемлемые цены. На самолет тоже дешево, порядка 50-60 лир. Поэтому добраться до Эски-Шехира, туда-обратно, из Алани или из любого другого города Турции очень-очень легко. Все-таки мы купили билет на автобус, на двоих. Сколько у нас получилось? 130 лир на... 65 лир на человека, 130 лир на двоих до Алании. В общем, мы купили всякие разные сладости. Посмотрите, какая вкуснятина. Какая вкуснятина. Просто невероятно. Спасибо. Пошла дать ему? Да, это что? Извините, извините. Ребята, родители, родители, молодцы, термал отелы. Я думаю, что в Скищгире все есть. Алисоверис очень красивый. Чувствия и качественные продукты. Все хорошо. У нас есть Скищгире решить. Считаю. Пошли. У нас есть проблемы? И проблемы выросли? И проблемы выросли. И какие-то проблемы выросли? И мы расскажем. Слава, не вопрос? У нас нет проблем. Но это не вопрос, но это не вопрос. Скищгире очень красивый город. Но, во время какого-то, Европа и Руси не знают. Почему? Потому что у них нет. Европа, Россия не знают. Мы уже с этим и с Кишки, мы с вами говорили, мы с вами поговорили, пообщались. Посмотрим, что будет. Потому что Кишки, обязательно, нужно знать. Люди здесь будут по-замы, потому что здесь будут по-замы, по-замы и по-замы. Очень много вещей. Только Эскизхирин был проблем. Только проблем. Большой проблем. Спасибо. А еще в Турции есть традиция покупать лотерейные билетики. Четвертинка билета стоит 15 лир. И представляете, 30 августа кое-кто купил здесь билет и выиграл 400 тысяч лир. Продал вот этот вот дядечка. Посмотрим, друзья. Пожелайте нам удачи в новогоднюю ночь. Сегодня у нас очень насыщенный день. И мы сейчас приехали в государственную больницу. Покажем, Айхан. Мы приехали в государственную больницу. Айхану нужно взять кое-какую справку. В общем, до больницы мы были в двух гостиницах по делам. Их вы увидите. Может быть, и не увидите. Но, может быть, в следующем нашем приезде в Эскизхир вы их увидите. Очень классные отели. Ну, а сейчас мы поехали в государственную больницу. Покажу вам, что здесь, как устроено. В принципе, медицинское обслуживание и об обслуживание в государственных больницах мы довольны. В общем, мы довольны, друзья. Кто бы что ни говорил, но госбольницы в Турции нам нравятся. И ходим мы, кстати, в основном в них. Кстати, в Аланье новая государственная больница в Оби уже открылась. Поэтому вы смело можете записываться. Какой номер рандевуал? 182. Звоните по номеру 182. И можете взять талончик на прием к врачу. Звоните по номеру 182. Также можно это сделать в интернете. Вход в больницу. Видите, сразу стоят кресла для тех, кто не может ходить. Идем на ресепшн. А вот и ресепшн. Кто приходит в архив больницы за полчаса до его закрытия? Ай-хан! Кто делает всегда все не вовремя? Ай-хан! В общем, во всем виноват Ай-хан. Вот так вот выглядит подвальное помещение, где находятся архивы, морг и всякие разные аппараты для рентгена. Мы пришли в архив. Ай-хану нужно найти бумажку 2003 года. Но найти ее, к сожалению, говорят, что невозможно. В общем, они где-то там потерялись. Что мне не нравится в Турции, еще одна вещь. То, что документы, ну, например, как у нас в России, да, с рождения у нас заводится медицинская карта. И эта карта, следуя за вами всю жизнь, вы можете узнать, чем вы болели, когда вам было там пять лет, десять, пятнадцать, какие вам делали операции и прививки. Здесь такого нет. После 2013 года все делают, по-моему, в электронном виде. И узнать, что было десять лет назад, чем вы болели, какие вам делали прививки, невозможно, потому что бумаг нет. В электронный формат это все не переводят. В общем, система немножко странная. Сейчас все, конечно, делают в электронном формате, но посмотрим, найдем. Сейчас мы уже не успеем найти бумагу, а найдем ее уже в следующий раз. Ха-ха-ха, гечкель-дин, гечкель-дин, опоздал. Опоздал? Сори, сори. Сори? Та вам. Пожалуйста, сори. Спасибо. Еще мэрия для людей с ограниченными возможностями строит новый сад, ателье, где они смогут работать. Также дома для жилья специально приспособленные для них, видите, адаптивные дома. Кафе, спортивный салон и очень-очень много всего, чтобы люди с ограниченными возможностями могли адаптироваться в обществе. В Кишкире столько всего интересного, друзья. Здесь еще есть три университета. Строя четвертый, туда мы не сходили, но сейчас мы пришли в музей самолетов, вход в который, кстати, бесплатный. И этот музей принадлежит одному из университетов. Я уже заговариваться стала. В общем, сейчас пойдем погуляем среди самолетов. Ай-хан, это было? Ай-хан, видите, тоже здесь никогда не был. Посмотрим, что здесь есть. Ой, как круто! Всякие разные истребители. В общем, смотрим все самое интересное. Мужчины и женщины. Кто знает, у всех скоростных самолетов, простите, я не очень понимаю, есть вот такие вот острые, на носу самолетов, вот такие вот острые штуки. Зачем? Мы с Ай-ханом подумали, чтобы разрезать воздух, когда самолет очень быстро летит. В общем, кто знает, напишите, для чего, почему такие острые носы у самолетов. Мы не знаем. Пока-пока. Теперь, пока-пока. Пromeу обardом! помимо авиамузея в эскишхире есть еще музей поездов туда мы в этот раз не попадаем но если вы приедете то и взрослым и детям будет здесь просто невероятно интересно следующий раз мы сходим и в железнодорожный музей мы приехали торговый центр канатлы вот видите здесь уже нарядили новогоднюю елку у нас есть время до 8 часов мы решили посмотреть фильм 8 часов нас пригласили в гости но как мы сходили в гости вы уже увидите в следующем видео кстати какая красивая елка но мы не попадаем потому что начинается в 6 заканчивается 8 в общем в этот раз в эскишхире мы в кино не попадаем поэтому поэтому есть еще куда сходить что посмотреть сейчас пойдем в отель чуть-чуть отдохнем и уже пойдем в гости ставьте пальчики вверх пишите коменты подписывайтесь на наш канал в общем друзья ставьте ставьте пальчики вверх подписывайтесь на наш канал комментируйте и всем всего хорошего пока пока